здравствуйте уважаемые гости и подписчики канала цифровой м42 это у нас 50 на 1 на 2 проекционный и в данном случае это 16 кп но будет здесь росту 9 1 а или же лома а кп 1 51 ничего бы не поменялось этот по сути тот же самый объектив только с другим названием и других лет производства опробовал вариант адаптации типа рензоблок в стакане фокусировка производится продольным движением вперед-назад небольшое вращение целесообразно дело для большей точности и плавности ходов фокусировки то есть можно и так можно и так это не принципиально данный объектив имеет минимальную дистанцию фокусировки порядка 20 сантиметров бесконечность есть фокус на бесконечность имеется ввиду характер изображения меняется типичным образом для объективов серии то есть чем ближе тем больше софта тем меньше контраст общая молочность картинки замыливание вот и наилучшие результаты примерно от метра до метров 3-4 вот эти же дистанции в принципе наиболее оптимальны для портрета и на них же наиболее ярко прорисовывается характерная баке данных объективов по совместимости данный образец имеет присоединение m39 но рассчитан в итоге под такого рода переходник это переходник м42 на sony e-mount и он имеет толщину примерно 0809 миллиметров то есть это не зеркалочный переходник с м42 не для зеркальных объективов так скажем если найдется адаптер подобного же рода под другие системы соответственно можно будет и на других камерах объектив использовать есть конечно и общие недостатки у подобной схемы есть и плюсы в число недостатков я как мастер могу отнести необходимость очень точной подгонки диаметров линза блока и диаметра внутреннего у трубы в идеале все это должно быть даже отшлифовано и совсем в идеале от полирована и прямо уж совсем совсем в идеале должны быть тканевые уплотнители ну по типу как в механизме фокусировки байонетных юпитеров 9 ну вот там есть такие вставочки тканевые механизмы уплотнители возможно в будущем воплощение я подобной вещью озадачусь далее как следствие у нас становится затруднительной съемка со штатива в положении снизу вверх в ракурсе снизу вверх либо соответственно в ракурсе сверху вниз поскольку линза блок у нас свободно движется в принципе это не слишком хорошо но не критично если вы не используете штатив и не страдаете статичными видами съемки для прогулок для уличных случаев для может быть видеосъемки это вполне уместно почему может быть видеосъемки очень просто те же самые шумы при движении линзоблока будут совсем нехороши если конечно у нас нет внешнего микрофона или микрофонной петлички с которой не услышат банально всех этих шурухов далее менее очевидный но для кого-то существенный минус из-за того что здесь у нас значит элементы скольжения металл трется друг об друга металл в итоге не защищенный травить поверхности здесь я не рискнул поскольку это дополнительно съел бы размеры вот и был бы дополнительный люфт это совсем не хорошо вот равно как и покрасить тоже не вариант краска это дополнительная толщина и уже затруднение плюс она будет стираться осыпаться попадать в камеру это совсем из рук он плохо то есть как не крутись металл незащищенный вариант с анодированием вроде как это дает радикально черный цвет мне пока провести технически не получится вот мне опять же я не могу сказать как это скажется в итоге на размер насколько критично с другой стороны вот сколько всяких разных объективов я делал и пробовал подобные незакрытые металлические поверхности к идеологическим плохим образом на съемке не сказываются до против света могут появиться засветки дополнительные блики до против света но против света простите скверно работают даже оптика на порядке в разы дороже чем росту 9 или там 16 как там сигмовский полотенник 50 на 1 на 4 лет тот же сигмовский ширик 1224 и даже каноновская фирменная оптика они в большей или меньшей степени боятся света вот но извините сколько стоят они и сколько стоят проекцион в числу плюсов я лично отношу возможность сделать ну вполне из подручных средств например корпус у меня взят от триплета 78 миллиметров и по сути он у меня был как остаток все остальные детали чтобы организовать подобную механику тоже нашлись в обрезках в доначках и по сути оставалось только их подогнать закрепить и так далее ну в итоге говоря сделать из них конфетку и я конфетку сделал еще один плюс то что не приходится тратить гелиос то что можно было купить на запчасти я по моему уже все собрал из того что попадалось на глаза вот ну остались только совершенно живые экземпляры которые имеют совершенно так скажем другую цену и мне лично жалко тратить исправный объектив отличный на запчасти по примерам съемки и фото и видео появится через некоторое время у меня вконтакте в группе неправильный фотограф скорее всего но не сразу не надо обвинять мне в том что я лентяй и о том что не хочу показать как работает изделие хочу хотя и лентяй но просто не всегда на все есть время вот и не всегда говорится позволяет погода протестировать если в целом охарактеризовать то резкость данного экземпляра я оцениваю как выше среднего по аналогичным моделям по аналогичным образцам на этом я обзор завершу наверное он так уже был длинноватый для просто обзора если будет интерес с вашей стороны то я покажу в следующий раз как устроена значит система изнутри при изготовлении следующих образца но мне кажется те кто в теме они вполне представляют как это можно воплотить так что всего доброго спасибо за визит заходите коль будет интерес